Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь. Цель рабочей поездки – укрепление и расширение сотрудничества. Более сотни вопросов и свыше трех десятков адресов. Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. Лучи победы озарили небо над площадью Славы и над штурмовиком Ил-2. Горожанам напомнили о подвиге жителей военного Куйбышева. В Самаре продлили маршрут 36-го автобуса. Какие еще хорошие новости ждут самарских пассажиров этим летом? Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области в Республику Беларусь. Цели рабочей поездки – укрепление и расширение сотрудничества. Партнерские связи особенно важны на фоне несправедливых антироссийских санкций. По объему товарооборота с Беларусью Самарская область входит в десятку ведущих регионов России. Единое экономическое пространство союзного государства открывает широкие возможности для сотрудничества, подчеркнул Дмитрий Азаров. В Беларуси один из основных партнеров губернии. Объем внешнеторгового оборота в прошлом году по сравнению с 2020-м увеличился почти на 32%. Импорт увеличился на 16,5%. Сотрудничество идет в разных направлениях – здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре, IT-сфере и других. Самарская область намерена заключить ряд соглашений. Запланированы встречи с потенциальными партнерами из республики. Провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары поручила главам районов Елена Лапушкина. Фотографиями детских зон отдыха, которые нуждаются в обновлении, поделились в социальных сетях неравнодушные жители. В списке более десятка адресов. На еженедельном совещании в мэрии глава Самары вновь озвучила проблемные локации и призвала ответственных за эти территории уделить вопросу безопасности на детских площадках повышенное внимание. Тема продолжит Ольга Павлова. Качели, карусели, горки – все, что пользуется спросом у детей, особенно в период летних каникул, должно соответствовать технике безопасности. На личной странице главы города ВКонтакте более сотни вопросов из свыше трех десятков адресов, по которым поступили жалобы. Детские площадки по нескольким адресам нуждаются в обновлении. Где-то повреждены конструкции, в отдельных локациях аттракционы отслужили свой срок. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов провести инвентаризацию детских площадок во дворах Самары. У нас с вами срок был на 1 июля. На следующей неделе тогда мы с вами заслушаем ваши доклады по поводу детских площадок. Точный список проблемных локаций по распоряжению главы города должен быть готов к следующему понедельнику. Дальше главам районов необходимо провести проверку по всем заявленным адресам и в случае необходимости принять соответствующие меры. На личной странице Елены Лапушкиной ВКонтакте по-прежнему открыты комментарии. Также писать о ненадлежащем состоянии детских зон отдыха можно в личные сообщения глав районов. Отдельно на еженедельном совещании в мэрии затронули вопрос о безопасности аттракционов в парках Самары. На сегодняшний день в черте городского округа размещены 110 аттракционов. 58 в парке Гагарина, 6 в парке Дружбы, 10 на Воронежских озерах, 27 в парке Победы. А также 8 в парке Пятидесятилетия Октября и один аттракцион располагается в Струковском. Некоторые из них сейчас проходят стадию регистрации в Гостехнадзоре. Остальные все аттракционы зарегистрированы. Им присвоены номера, техническая свидетельствия аттракционов пройдена. С владельцами коммерческих аттракционов, сотрудниками муниципального предприятия парки города Самары были проведены разъяснительные беседы на предмет техники безопасности. Все аттракционы необходимо содержать в порядке согласно техническому регламенту и регулярно проводить необходимые осмотры на предметах исправности. Качественная и безопасная продукция по умеренным ценам. В Самаре продолжается модернизация торговых павильонов, где жители региона и города реализуют продовольственные и хозяйственные товары. Работы начались на пересечении улиц Владимирская и Пензенская, а также на Георгия Димитрова. Здесь приводят в порядок рынок Шапито. Что изменится с обновлением торговых точек, останутся ли на объектах прежние предприниматели и какой продукции порадуют самарцев модернизированные рынки, расскажет Ольга Павлова. Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов на пересечении Владимирской и Пензенской начался сравнительно недавно, но жители города уже задают вопросы. Останутся ли на месте бывшего рынка прежние предприниматели и смогут ли самарцы, как и раньше, приобретать здесь продовольственные товары. В городском департаменте экономического развития горожан успокаивают. Продукция по-прежнему будет реализовываться продавцами, к которым жители города успели привыкнуть. Правда, на месте стихийной торговли появится новый благоустроенный павильон, который разобьют на секции. Тем самым власти города избавятся от стихийного рынка и незаконной торговли, а у самарцев появится возможность приобретать продукцию высокого качества, не опасаясь за свое здоровье. Модернизацию торговых секций планируют завершить к середине августа этого года. Все те предприниматели, которые непосредственно торговали до сих пор, они переедут в нормальные, цивилизованные, абсолютно законные места, где жители нашего города точно так же, но с большим комфортом смогут приобретать те же продукты питания или те же продукты хозяйственного назначения, которые реализовывались до сих пор. Обновлений ждет один из самых популярных продовольственных рынков – Шепетона Георгия Димитрова. Эту территорию также приведут в порядок. В будущем здесь появится торговый центр, в котором можно будет приобрести продукты питания, хозяйственные товары и строительные материалы. Что касается предпринимателей, то есть все они будут обеспечены местами для торговли в близлежащих районах. С ними неоднократно уже проводились собрания, совещания, приглашались представители других коммерческих структур и муниципальных структур для предоставления этих мест. По плану отмечает в городском департаменте экономического развития строительства торгового центра начнется в ближайший месяц и продлится полтора года. После того, как он будет отстроен, предприниматели, которые сейчас занимают секции, смогут реализовывать свою продукцию дальше, правда уже в благоустроенном и уютном здании. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. С понедельника 27 июня временно исполняющим обязанности уполномоченного по правам ребенка в Самарской области назначена Марина Тарасова. Информацию об этом разместили на сайте регионального правительства. Марина Тарасова будет исполнять обязанности до назначения постоянного уполномоченного по правам ребенка в Самарской области. До последнего времени этот пост занимала Татьяна Козлова. Самара присоединилась ко всероссийской акции «Лучи Победы». Она прошла в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. Небо над памятником ИЛ-2, монументом славы и над площадками промышленных предприятий осветили при помощи прожекторов, чтобы воссоздать атмосферу, которая была в тот день 77 лет назад. В акции приняли участие глава Самары Илена Лапушкина, общественники, волонтеры, родственники героев, которые участвовали в Параде Победителей в Москве, а также многие жители и гости города. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. В лучах Победы легендарный штурмовик ИЛ-2 на проспекте Кирова. Самара впервые присоединилась к всероссийской акции в память о Параде Победителей 24 июня 1945 года. Вспомнить о торжественных, одновременно страшных и радостных событиях пришли жители и гости города. Глава Самары Елена Лапушкина. В 1945 году по Красной площади прошли около 30 тысяч человек. Победителей, в том числе почти 200 жителей Куйбышева. Их имена и личности продолжают устанавливать. А после Парада небо над Москвой озарили праздничные световые кольца. И в память об этом событии уже с 20-го года проводится такая акция и в других городах. О городах героев, городах трудовой доблести, городах воинской доблести. То, что Самара стала городом трудовой доблести, конечно, для нас гордость и знаковые, заслуженные события. Пришли на акцию и родственники тех, кто принимал участие в параде 45-го года. В том числе семья полного кавалера ордена славы Александра Михайловича Шулайкина. И наши внуки, и наши правнуки, уже и наши потом правнуки должны помнить об этом, потому что война – это очень страшно. В акции «Лучи Победы» приняли участие ветераны и молодежные организации, а также присоединились промышленные предприятия. В том числе и те, которые в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Куйбышев и ковали победу в тылу. Например, создавали легендарные штурмовики Ил-2. Не случайно, что это произошло на площади имени Сергея Владимировича Ильюшина. Здесь стоит наш символ вклада в победу легендарных штурмовиков Ил-2, который делался в нашей промышленной безымянке. Как уже сказано, сделано более 32 тысяч единиц. Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя Победы над Берлином. Масштабная акция прошла и на площади славы. Самарцы не только увидели лучи Победы, но и услышали трансляцию того парада, который проходил в Москве 77 лет назад. Сейчас мы приблизительно воссоздаем ту торжественную атмосферу. Игрой света в ночном небе и прекрасной торжественной музыки. Попури известных советских песен и победных маршей исполнил Самарский военный оркестр. Музыку играем практически ту же самую, которая исполнялась на параде 45-го года. В основу вошли произведения Семена Александровича Чернецкого, генерала-майора, который дирижировал этим парадом. Кстати, он в 41-м году на площади Куйбышева тоже дирижировал парадом, провожая войска на фронт. Я искренне рада, что Самара присоединилась к этой акции, потому что мы вместе, мы сила, и мы обязательно сохраним память о тех годах, которые принесли много боли и страдания, а затем подарили мирное небо нам и нашим детям. Мне очень приятно, что Самара так взросла мероприятиями, и то, что сегодня я увидела, у меня не было почти 7 лет в Самаре, и то, что я сегодня увидела, я рада. Я рада и гордая за Самару. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Ольга Волкова и Василий Колдашов. События. Минувший уикенд в Струковском саду с размахом отпраздновали День молодежи. Организаторы подготовили для жителей города яркую и насыщенную программу, а также несколько десятков интерактивных площадок. С участниками и гостями праздника встретилась глава Самары Елены Лапушкина. Подробности в репортаже Анатолий Головко. Мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение. В воскресенье в Струковском саду отпраздновали День молодежи. Волонтеры Победы, представители студенческих отрядов и другие творческие коллективы подготовили для гостей тематические площадки с интерактивными развлечениями. У пришедших была возможность лично пообщаться с самыми яркими представителями молодежных сообществ города на Волге. Одним из почетных гостей праздника стала глава Самары Елена Лапушкина. Эту краску мы потом храним в штабе, в судоотряду. Экар-тефак. Экар-тефак, да, будем показывать всем гостям. Дополнен так сказать коллектив. Да. Точкой притяжения для зрителей стала открытая эстрада, на которой в течение всего дня в режиме нон-стоп шли презентации организации участников. Здесь выступал крупнейший коллектив чирлидеров «Крылья». Все желающие могли испытать удачу в музыкальном лото и принять участие в благотворительных акциях. Несмотря на то, что в эти дни традиционно принято чествовать молодежь, развлекательную программу сделали для людей всех возрастов. Предусмотрели различные варианты для того, чтобы можно было занять и молодежь, и детей, и, соответственно, более старшее поколение для всех найти занятие по душе и по интересам. В этот день для молодых людей подготовили не только развлекательную программу. Все желающие могли найти себе работу на время летних каникул. Очень много молодежи интересуется нашей деятельностью в музее, смотрят на наши достижения, чем мы занимаемся, что мы можем предоставить студентам в летний трудовой период. Волонтеры «Победы» рассказывали гостям о исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. У нас проходит российский исторический квест «Наша победа». И все желающие, можно сказать, от малой до великой, дети, вместе с родителями, они могут принять участие в нашем квесте, пройти шесть станций. Наши станции посвящены истории Великой Отечественной войны, потому что наша главная цель – это сохранение исторической памяти. Поэтому здесь можно начать с любой станции и пройти. В завершении праздника на сцену вышли популярные музыкальные коллективы «Самары». Хэтлайнером стала группа «Комедос», которая раскачала зрителей под зажигательные ритмы регги. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Домчат до места с ветерком, а точнее в приятной прохладе кондиционеров. В Самаре на линиях работают автобусы и троллейбусы с системами кондиционирования воздуха. Какие еще изменения произойдут в сфере транспортного обслуживания в столице региона, узнала наша съемочная группа. Характер нардический. Домчатся до нужного места, жарким летом, в приятной прохладе. Самарские пассажиры могут в общественном транспорте. В областной столице работают 10 автобусов и 22 троллейбуса, снащенных кондиционерами. Пассажиры говорят, приятно перемещаться по городу с комфортом. Переменам рады и водители. Говорят, когда целый день за рулем, ситуации на дороге возникают разные. Требуется концентрация внимания. Принимать быстрые решения на свежую голову легче. В данном автобусе, на котором я работаю, стоит система кондиционирования. Работа довольно эффективная. На мониторе я устанавливаю 15 градусов. Здесь намного более комфортная работа. Работники транспортного предприятия подчеркивают, в автобусе или троллейбусе с системой кондиционирования не нужно открывать окна, чтобы прохладный воздух оставался внутри. В случае необходимости нужно обратиться к кондуктору, он скорректирует температуру. Во всех автобусах и троллейбусах, оснащенных системой охлаждения, несколько раз в неделю осматривают и моют решетки кондиционеров. Следят за тем, чтобы оборудование было исправным. В прошлом году транспортный перевозчик вывел на линию 10 машин удлиненных, комфортных, которые оснащены кондиционерами и видеонаблюдением. На самом деле мы уже за этот год получили очень много отзывов о том, что эти автобусы очень комфортные, на них приятно передвигаться. И еще одна новость, которая порадует этим летом пассажиров. В работу автобуса 36 маршрута внесли изменения. Скоро начнет работу в обновленном формате 36-й автобусный маршрут, который проходит по территории Куйбышевского района и идет до поселка Рубежная. Он теперь у нас немножко изменит свою конфигурацию и по пути будет заезжать еще в поселок Озерный. Сейчас там ходит 32-й, 26-й автобус, вот будет еще и 36-й там проходить. Самарцы уже привыкли платить за проезд транспортными картами и пользоваться мобильным приложением. Этим летом в Самаре разработают новую версию для смартфонов и запустят ее в работу. Сейчас пополнять баланс карт все так же можно через мобильные приложения Сбербанка, в пунктах пополнения Почты России, Самарского метрополитена, в офисах Единого оператора и на официальном сайте sdfizotk.ru. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События. Настоящий защитник, смелый и мужественный боец. В Самаре простились с Сергеем Закировым. Ефрейтор, старший разведчик-сапер, погиб 23 июня в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции на Украине. Сергей Закиров служил в спецназе ГРУ, часть которого базируется в Тольятти. Вместе со служивцами в числе первых отправился выполнять свой воинский долг на территории Украины. За отвагу, проявленную в ходе военных действий указом президента, Закирова посмертно наградили орденом мужества. Сергею было 33 года, а в Самаре у него остались мать и двое сестер. Военнослужащего похоронили на кладбище Центральное в поселке Рубежное. В Самаре простились и с еще одним бойцом, сержантом Виталием Ситявиным. Он служил стрелком зенитного ракетного отделения взвода мотострелкового батальона войсковой части, базирующейся в поселке Рощинский. Виталий погиб 23 июня, выполняя боевую задачу во время спецоперации на Донбассе. Как говорят боевые товарищи, он никогда не прятался за другими и был смелым и отважным, защищая мирное население. Все командиры, друзья будут всегда помнены. И действительно, его подлин – это ваш подлин. Виталию Ситявину было 35 лет. В Самаре у него остались бывшая жена с 10-летним сыном, родители, сводный брат и бабушка. Похоронен Виталий на кладбище Центральное в поселке Рубежное. Российский и советский актер, народный артист России Владимир Борисов с коллегами из Академического театра драмы имени Горького приехал в госпиталь Центрального военного округа в Самаре, чтобы поддержать участников спецоперации. Мероприятие было организовано при поддержке начальника Дома офицеров Самарского гарнизона Александра Назаренко. Владимир Борисов и артисты драмтеатра показали военнослужащим и сотрудникам госпиталя постановку «Вот так и живем!» по рассказам Василия Шукшина «Микроскоп и верую». Артистов отблагодарили бурными аплодисментами. Нам очень приятно было выступать в госпитале, видеть ребят, видеть их реакцию на наше выступление, их тепло. Тепло не только на улице, но и тепло от их сердец, от их аплодисментов. Спасибо ребятам за то, что они делают свою работу, а мы свою. ГМК-62 отмечает свое 60-летие с размахом. Городской молодежный клуб основала Куйбышевская продвинутая молодая интеллигенция в 1962 году. Некоторые из отцов-основателей уже нет с нами, но те, кто еще в строю, вспоминают былые времена и отмечают юбилей. Тему продолжит наш корреспондент. Ветераны ГМК-62 молодежного городского клуба снова вместе за дискуссионным столом. На этот раз собрание проходит в особняке Клота. А в Хрущевскую оттепель, когда родилось новое сообщество, 10 инженеров, 2 журналиста, архитектор, социолог, 2 врача, школьный учитель и турист собирались на разных городских площадках. От актовых залов вузов до ДК Дзержинского. Клуб стремительно расширялся. Константин Титов, экс-губернатор Самарской области, сейчас общественный деятель, тоже начинал свою карьеру политика в ГМК-62 в дискуссионном клубе «Колокол». Мне атмосфера понравилась, атмосфера свободная, никто ни на кого не давит, не навязывает свое мнение. Вот эта работа в ГМК-62, наряду с последующей комсомольской работой, научили многому меня. Научили дискуссии, научили возможности работать с людьми, уважать чужое мнение, относиться к нему, может быть, и критически. Да, это вправе, но с уважением. Так что я благодарен, что в моей судьбе, в моей жизни был такой этап, очень серьезный этап по линии общения с активом, с творческим коллективом ГМК-62. Вячеслав Климов, Исай Фишгоид, Всеволод Ханчин – легенды Самарской оттепели. Этих отцов-основателей ГМК-62 уже нет с нами, но их соратники еще продолжают работать и с нежностью вспоминают те времена. Все друг друга знали по работе, но когда встречались в неформальной обстановке в клубе, общение выходило на другой уровень доверия и взаимопомощи. Игорь Ващинин, первый президент джаз-клуба, признается, для них это была жизненная необходимость. Элементарная демократия появилась тогда, хрущевская оттепель так называемая, ну и появилась необходимость перестройки всего молодежного движения, организации молодежной и так далее. Поэтому вполне естественно, что мы, тогдашние обитатели Брода, Бродвея, улицы Куйбышу, между Некрасовской и площадью Революции, собрались и начали думать, а как же мы-то перестраиваться будем. Как куйбышевская молодежь вставала на новые жизненные рельсы, можно было увидеть на выставке в музее Клотта. Около 30 фотографий рассказывают о концерте Владимира Высоцкого, о конкурсе молодых пианистов имени Кабалевского, о грушинском и джазовом фестивалях и о простой жизни куйбышевцев того времени. Те проекты, которые ГМК-62 вывел на орбиту не только Самарскую, но и Российскую, а потом те люди, которые и сейчас находятся в строю через наставничество, помогают нашим ребятам сформулировать свою гражданскую активную позицию. Это, в принципе, говорит о том, что ГМК-62 не останавливается и что Самарская область – это тот регион, где мы друг друга поддерживаем и где история имеет ту непрерывность, которая определяет всю, собственно говоря, целостность нашей российской культуры. Выставку фотографий о деятельности ГМК-62, посвященную юбилею организации, готовили несколько месяцев. Выбирали из тысячи снимков как государственного, так и личных архивов. Дополнили экспозицию ретро-нарядами, которые были в моде у куйбышевцев в 60-70-х годах прошлого века. Выставка по наблюдению организаторов оказалась востребованной как у молодежи, так и у ветеранов. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Руководитель ГЖИ Самарской области Виктория Каткова совместно с главой промышленного района Самары Данилой Морозовым провели прием граждан. Об этом сообщает телеграм-канал промышленного района. Главными темами стало начисление оплаты и перерасчеты платы за электроэнергию. Проблема была озвучена ранее жителями на встрече с председателями Советов МКД в рамках проекта «Мой дом». В приеме приняли участие также руководитель управляющей компании, представитель ресурсоснабжающей организации. В ходе приема руководитель жилищной инспекции детально разбирала проблемы жителей и разъясняла последовательность их решения. В Ленинском районе регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности для детей и молодежи. В молодежном военно-историческом квесте «Знамя победы» «Наш ориентир» приняли участие воспитанники детских пришкольных лагерей. На базе школы номер 132 девчонки и мальчишки увлеченно участвовали в различных испытаниях. Дети пели военные песни, складывали пазлы с сюжетом картины «Знамя победы», юные футболисты набивали мяч. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают, как выбрать клубнику. Сейчас сезон этой ягоды. Показатель свежести – ее зеленый чашелистик. Эта розетка из листочков в основании плода быстро вянет при длительном хранении и легко выдает старую ягоду. Качественная клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнения или повреждений поверхности. Наиболее важный отличительный признак – аромат. Если правильно выращенную клубнику охладить в течение часа после сбора и дальше хранить, перевозить и продавать охлажденные, то даже спелые ягоды не потеряют своего вкуса и полезных свойств на протяжении 10-14 дней. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»